МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Олег, ждем от вас подробностей. Это нормальный, то есть большой. Посмотрим на экран. Итак, муниципальное образование выбирает губернаторов. Сейчас мы посмотрим, какой муниципальный район самый активный. Колгуевский, там уже проголосовало больше 50% избирателей. Коткинский, там 50%. Затем Юшарский, Шойнский. Наринмар находится на 16-м месте. 27% избирателей. Ну и поселок Искатели всего лишь там проголосовало 21%. Выборы продолжаются. Напомню, в Заполярном районе выбирают еще и главу Заполярного района. Сейчас у нас есть возможность пообщаться с Матвеем Чупровым. Это депутат Архангельского областного собрания от Ненецкого округа. Кому как только не тебе знать, что такое выборы. Вот скажи, пожалуйста, вот сейчас кандидаты волнуются ли? Все-таки идет голосование? Конечно, волнуется, Олег. Это самый такой ответственный момент, потому что, ну, по сути дела, как бы люди шли к депутатскому месту. И в этот момент происходит выбор людей. И, конечно же, волнуется, переживает, что с ними будет в дальнейшем. Ну, сам уже проголосовал? Да, проголосовал. Вот как, на свой взгляд, явка большая? Явка большая. Я успел сейчас ездить в Красное, посмотреть, как там дела идут. А вот в населенных пунктах как проходят голосования? Люди идут, идут на самом деле, потому что идут и голосуют за свое будущее, выбирают будущую власть. Потому что, ну, так получилось, что в округе выборы очень важные. Они происходят по нескольким этапам. И какая власть была сформирована, по сути дела, ну, таким образом будут жить люди, такие решения будут приниматься. Это чувствуется. Ну, и в городе, в принципе, тоже явка довольно-таки хорошая. Хотел поучаствовать в конкурсе. Наверное, в Лендер пришел на участок. А вот фонарики, выдавали фонарики, уже закончились. Значит, людей было много. Значит, много было еще. Да, много. Вот многие говорили, точнее, так сказать, к выборам подошли скептически, говорили, что, ну, зачем идти на выборы, это не стоит. Вот на твой взгляд, правильно ли мышление? Ну, на выборы нужно идти однозначно, потому что, ну, у людей есть возможность, да, или прийти на выборы проголосовать, и в последующем это, ну, жить с пониманием того, что ты принимал участие в выборе этой власти, вот, и несешь ответственность за то, что происходит. А это как бы здорово, наверное, нести ответственность. Вот, или же не прийти, не проголосовать, и потом, наверное, оставшееся время жалеть, что ты не принял в этом участие. Так что я призываю всех прийти, проголосовать, отдать свой голос, да, вот, тем более это не происходит не так часто. Отпугали большим количеством бюллетеней, тебя не смутило? Нет, немного бюллетеней, все ясно, понятно, да, то есть не запутались в бюллетенях, все было хорошо. Я думаю, любой, кто придет, как бы тоже не запутается, потому что вообще на участках хорошая атмосфера, вот, да, здорово прийти на участок с детьми, вот, потому что для них это какой-то жизненный опыт, как бы это ощущение в том, что они живут в стране, в великой стране России, вот, что их родители принимают участие в том числе в выборе власти, и прийти с ребенком на участок, наверное, это праздник. В первую очередь для ребенка, и я обращаюсь ко всем, у кого есть дети, как бы сделать это обязательно, прийти на участок с ребенком, для того, чтобы у их детей осталась об этом память. Вот, ну, я, по крайней мере, помню, когда я был маленький, как мы сходили родителями на выборы, вот, как голосовали, и это, наверное, на всю жизнь. Чтобы уже были готовы, детишки были готовы. Да, дети были готовы, потому что, на самом деле, кто-то же из них, наверное, и в свое время станет депутатом, вырастет, займут какие-то посты, и, ну, мы живем в стране, и мы должны нести ответственность за то, что здесь происходит. А наша ответственность – это выбор, который мы должны обязательно сделать. Спасибо тебе большое. Я напомню, выборы продолжаются, они продлятся до 8 часов вечера, если не успели проголосовать, обязательно выходите на улицу, тем более дождь, мне говорят, мои коллеги, закончился, поэтому бегом на быстренько, на избирательные участки, делаем свой выбор. Я напомню, сегодня мы выбираем в НАУ, избирается губернатор, собрание депутатов, совет Наринмара и совет Заполярного района. Кроме того, в муниципальных образованиях, в поселке Андерме и в Коткинском сельсовете выберут главу муниципалитета, а в Калгуевском сельсовете и главу и совет депутатов. Напомню, на сегодняшний момент уже проголосовало 10 251 избиратель из 33 тысяч. Время еще есть, поэтому собирайтесь и на выборы. Мы обязательно еще вернемся в эфир, ровно в 8 часов вечера в прямом эфире и уже будут известны какие-то первые предварительные данные, сколько людей проголосовало и какая была сегодня явка. Ирина, тебе слово. Спасибо, Олег. На прямой связи со студией был наш корреспондент Олег Хатанзейский. Мы свяжемся с ним снова в нашем следующем прямом эфире в 20.00. Эти выборы без преувеличения можно назвать главным политическим событием региона. Почти 33 тысячи избирателей, 9 партий и 140 кандидатов. В 8 утра по всему округу для голосующих открыли двери избирательной участки. 11 в Наринмаре, 40 в Заполярном районе, всего 51. Наша съемочная группа одними из первых побывала на крупнейших из них. Алина Ваучейская с подробностями. Для всех избирателей округа это очень ответственный день. Выбирают представители власти и местного самоуправления всех уровней. Депутатов в окружной ЗАГСобрании, Совет депутатов Заполярного района, глав муниципалитетов, а самое главное губернатора Ненецкого округа. На часах 8.00 и мы отправляемся на один из самых больших избирательных участков в регионе. Здравствуйте. Ну и как мы видим, избирательные урны готовы, наблюдатели на месте и мы ждем первых избирателей. Долго ждать не пришлось. На часах 8.04, а Надежда Самойлова уже пришла выразить свою гражданскую позицию. За то, что женщина первая проголосовала, ей достался приятный подарок – обложка для паспорта. Ну надо обязательно голосовать, надо. Чтобы лучше жили, чтобы все было хорошо. И избиратели, которые выбрали, чтобы они свою работу выполняли. В 46-м избирательном участке пока не очень людно. Время 8.20 проголосовало около 10 человек. Нарушений нет, отмечают наблюдатели. Чтобы соблюдался порядок на избирательном участке. Чтобы все шло как положено. Пока нет нарушений. Этот избирательный участок уникален тем, что проголосовать на нем смогут жители села Деревень, у которых нет возможности сделать это по месту регистрации. Правда, свой голос они смогут отдать только за губернатора. Для этого нужно прийти на избирательный участок, который находится у нас в задней КДЦ, написать заявление и проголосовать, чтобы мы его включили в списки избирателей. После первого полчаса работы избирательных комиссий поток голосующих увеличился чуть ли не вдвое. Такого ажиотажа на выборах не было давно, отмечают члены УИКов. На часах 8.40 на избирательном участке в первой школе выстрелилась целая очередь из голосующих. Каждая осознает – выборы, это ответственно. Почему ходите на выборы? Почему хожу? Я считаю, что обязана проголосовать, сделать свой выбор. Надо на выборы ходить. Я всегда хожу, в общем-то. Поэтому свой голос надо отдать. Наше правительство было так, что надо. Но у тех, кто еще не проголосовал, есть время сделать свой выбор. Напомним, избирательные участки закроются в 8 вечера. Уточнить номер телефона своего УИКа вы можете по телефону, который сейчас видите на своих экранах. Алина Волучейская, Николай Таратин, Телеканал Север. На выборы пришли кандидаты. На данный момент проголосовали уже все региональные лидеры парламентских партий и претенденты на место губернатора Нинецкого округа. Мы пообщались с каждым из них. Одним из первых на избирательный участок пришел Игорь Гоц, кандидат в депутаты окружного собрания. Свой голос он отдал еще в начале 9 утра на участке номер 40. Признается на выборы, всегда приходит рано утром. Что самое главное на выборах, знает точно. Самое главное, безусловно, для человека, когда он идет на избирательный участок, это голова. Голосовать сердцем – это лозунг 90-х. А сейчас надо головой. Время 10.00 на 51-м участке в спорткомплексе СМУ проголосовал кандидат в депутаты от парламентской партии Евгений Алексеев. Он поделился своим мнением о важности сегодняшнего дня. Выборы не должны быть формальными. Поэтому, на самом деле, должны побеждать лучше. И лучше не с точки зрения, как себя человек оценивает, а как его оценивают люди. В школе номер один проголосовал Александр Саблин, кандидат в депутаты от коммунистической партии. Для жителей округа, для всех избирателей округа, очень ответственный день, поскольку мы выбираем своих представителей органов власти, место управления всех уровней. Это действительно важнейший день для округа, поскольку от того, как мы проголосуем, будет во многом зависеть наша жизнь в дальнейшем. Отдали свои голоса и кандидаты на пост губернатора Ненинского автономного округа. На свой участок в посёлке Искатели в 10.30 утра пришёл Тимофей Салуянов. Говорит, ходить на выборы – семейная традиция. Ну, как бы и ручки у меня ходят. То есть, я мало знаю того, кто не ходит. Потому что, в принципе, у нас такое поколение, которое всё-таки к этому подходит ответственно. Ещё один кандидат Андрей Смаченков поддерживает идею проводить выборы в единый день голосования. Это правильное решение. Все выборы в один день. Экономия бежит на средства. Николай Остродумов уверен, выборы 2014 – это одно из главных политических событий для жителей Ненинского округа. От их исхода зависит будущее региона. От этого зависит дальнейшая жизнь, судьба, как сложится в дальнейшем. Жизнь в округе. Поэтому я считаю, что каждый должен прийти и проголосовать, как он считает нужным. Переживает за исход выборов ещё один кандидат – Игорь Кошин. Свой голос он отдал на 45-м участке в средней школе номер 3. Потому что это очень серьёзные и действительно, ну такие массовые выборы. Их давно уже не было. И я надеюсь, что все наши члены команды обязательно добьются победы. И всем, чтобы нам все вместе в дальнейшем, ну просто необходимо реализовывать то, о чём мы уже говорили, то, что уже наработано. Итоги голосования будут известны уже завтра. А сегодня вечером мы узнаем предварительные результаты. Екатерина Гончарова, Вадим Стасюк, Николай Таратин, Владислав Носкин, Телеканал Север. Постепенно к избирательным участкам подходит всё больше людей. По словам председателя территориальных комиссий, в утренние часы приходят голосовать пенсионеры. К обеду и вечеру подходят работающие и молодёжь. Это можно сказать и об избирательных участках лесозавода и посёлка Искателей. Там побывала Валентина Чибичек. На часах только пробило восемь, а члены участковых комиссий уже принимают первых посетителей. Как правило, это люди высокого возраста, у которых впереди много дел. И перед тем, как их начать, надо сходить на выборы. А у меня сегодня дела попозже есть. Ко мне гости придут. Поэтому я с утра пораньше, чтобы не забыть. И это сразу. Мы всегда ходим. А кто за нас будет решать вопросы, кому там быть за нас, они же. Мы должны выбрать тех, кого считаем нужным. Поэтому голосуем всегда ходим. Активность на Ренмарцев традиционно высокая. Председатели участковых комиссий из года в год фиксируют всё большее количество голосующих. В этот год, когда выборы проходят сразу на нескольких уровнях власти, комиссии ожидают ещё больше активности. Я думаю, что на Ренмар у нас вообще как бы политически грамотные люди, активные. И постоянно по своей, как говорится, территории, о своём городе заботятся. И я думаю, что все подумают, делают правильный выбор. И они делают это для себя. Я думаю, что приходят они сознательно. Работа с избирателями в этом году особенно тщательная. Надо им помочь разобраться в количестве и предназначении бюллетеней. Прописанные в городе получают по 4 бланка, жители-искатели – по 5. Если возникают трудности с заполнением, на помощь всегда приходят члены УИК. Голосующим впервые, как всегда, небольшой подарок. Обложка для паспорта и главный закон страны – Конституция. За внимание и желание участвовать в судьбе региона. Пока избиратели голосуют, члены участковых комиссий уже думают о подсчёте голосов. На участке номер 39, что в искателях, в этом плане всё просто. Там установлены КАИБы. Комплексы автоматической обработки избирательных бюллетеней позволяют максимально быстро узнать итоги голосования. Как только голосующий опускает бюллетень, автомат сам считывает информацию и в конце дня выдаёт протокол. У нас КАИБ всё автоматически посчитает. Мы единственное занесём данные, которые у него нет. То есть это количество избирателей, проголосовавших, количество избирателей в списке, которые у нас, количество выданных избирательных бюллетеней, погашенных. То есть вот такие. А то, что по позициям, он посчитает всё сам. Уже к 10 часам вечера на участках с КАИБами будут известны итоги голосования, тогда как на остальных намного позже. Напомним, подсчёт голосов начинается после 20 часов. Валентина Чебичик, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Напомним, голосование проходит во всех муниципальных образованиях округа. Кроме губернатора и окружных парламентариев, на селе выбирают депутатов Совета Заполярного района. Кроме того, в Амдар Микоткиной на Колгуеве глав сельсоветов, а в Бугрино – депутатов поселкового совета. Наша съёмочная группа побывала в Красном и посмотрела, как выборы проходят там. Участковая избирательная комиссия номер 28 в посёлке Красное разместилась в местном Доме культуры. Здесь обслуживают жителей сразу трёх населённых пунктов. Сюда же могут приехать избиратели из Куи и Осколково. Сегодня на участке ждут около полутысячи посетителей. Объясняем, как правильно заполнить бюллетень. То есть на гомандатном можно поставить одну или две галочки, а в остальных по одной. Там пусть сами читают, они все грамотные, пусть разбираются. Жителям Приморско-Куйского сельсовета необходимо заполнить всего пять бюллетеней. По два – за депутатов окружного собрания и Совета Заполярного района. Один – за губернатора Ненинского округа. За соблюдением правил на участке следят два члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса. То есть наблюдатели, которые могут принимать участие в ходе подсчёта голосов. Приходят люди, голосуют. То есть интересно посмотреть, какая вообще явка, какая активность голосования. И вообще интересен сам процесс голосования. Досрочно в Приморско-Куйском сельсовете проголосовало 107 человек. Как говорят члены избирательной комиссии, активнее всех на выборы идут люди старше 40. Но есть и молодёжь, голосующая впервые. На вопрос, почему пришли на выборы, жители Красного отвечают просто. Говорят, долг выполняют. Я всегда хожу на выборы, это дело чести. Не потому что я учитель истории, а потому что каждый из нас должен свою волю изъявить. Даже тайно. Не безразлично, кто будет в власти, как мы будем жить дальше. Насколько активно будут голосовать жители муниципальных образований округа, вы узнаете из следующих выпусков новостей. Екатерина Гончарова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. И смотрите сегодня в программе «Итоги недели» с Владимиром Томиловым. Выбираем будущее. Сегодня в России единый день голосования. В Ниньском округе ожидается небывалый ажиотаж. Ведь выбираем практически всех. И губернаторы, и собрание депутатов, и городской совет, и совет заполярного района. Первые предварительные итоги всенародного голосования мы получим первыми и вам расскажем. Не пройти, не проехать. После весенней грязи и слякоти жители Наринмара в предвкушении осенней распутицы. Сколько еще мы будем плавать по дорогам и тротуарам, и почему построенные дренажные колодцы не работают. Екатерина Гончарова нашла всех, кто отвечает за благоустройство города, и поинтересовалась, а будет ли когда-нибудь порядок в окружной столице. В тепле и уюте. Как работают в округе жилищные программы? Кого переселяют из Ветхого и Авариного, и почему не все рады такому переселению? Кто имеет право на субсидию, а кто не может ее получить из-за бюрократических проволочек? Олег Итанзейский узнал, кому в Наринмаре жить хорошо, а кому не очень. И рокировка полномочиями. Зачем муниципальные власти передают в окружной свои полномочия? Как это отразится на простых гражданах и на чиновниках? В нашей программе «Комментарии специалистов». Смотрите программу «Новости Севера». Итоги недели в 20 часов.